Здарова, народ, я Стинт, и как вы заметили, мы в старом добрым месте. Здесь я расскажу вам по секрету, я открывал кейсы. Да, я был плохим мальчиком, ошлёпайте меня. Ладно, Макс, никаких пидорских шуток, никаких пидорских шуток. Знаете, вообще я не особенно собирался снимать этот видос, но по одной простой причине. Ну, типа, это лайфстайл, а лайфстайл это немножко не моё. Именно поэтому создание данного ролика я откладывал в дальний-дальний-дальний ящик. Но почему-то, судя по тому, что вам нравятся хэштеги, то есть мои истории, а большая часть из моих историй это истории с детства, и я подумал, что можно как-то соединить этот ролик с такими историями. А у меня как раз вот такая вот толстая папочка с фотографиями. Точнее, это альбом, фотоальбом для фотографий, не папочка, а фотоальбом. И там, как вы понимаете, все фотографии моей жизни с рождения до, по-моему, лет 12. И некоторые моменты, которые там запечатлены, это такой трэш, что вы себе не представляете. Ну, а мы начинаем. Первая фотография, это где я с мамой. Вот этот карапуз, который, господи, не понимает, куда его занесли. Чувак, это Россия. Блин, это даже не смешно, это грустно. Это тоже я, и как вы понимаете, я очень любил музыку. Я точно не знаю, что там играло, но, судя по всему, мне не особенно это нравилось. Ему так, наверное, было плохо тогда. Но прикол в чем? Я вот такой лежу, мне хорошо, все отлично. И тут парень вот таким лицом, кажется, что-то задумал. Вот прямо, ну, ну, не верю я ему. Прям вот такой язычок там вышел, какая-то фиолетовая херота вокруг него. Прикол в том, что на следующей фотографии я в таком состоянии. Теперь, сука, скажите, где вот та третья фотография, которая расскажет мне о том, что этот парень со мной сделал? Мне вот до сих пор интересно. А теперь поехали фотки с деревни. Помните, как-то я вам рассказывал в одном из хэштегов о деревне Кленово? Ну, это около Красного озера. Так вот, вот домик оттуда. Там очень, на самом деле, круто. Свежий воздух, все дела. Здесь миновит где-то годиков, наверное, три. Но черные очки всех делают круче, ребят, поверьте. На самом деле, эта машина, это Волга Дедушкина. Прям вот, ну, крутая тачка. Я до сих пор помню, как в ней меня везли к Лору первый раз. И знаете, так вышло то, что мы ехали вечером, и больница была почти пустой. И я, блядь, помню вот эти моменты, когда идешь по коридору, и все красное. Прямо как в фильмах ужасов. И в конце концов, мне все почистили. Я, на самом деле, не помню, как это происходило. Но то, что мне было тогда очень-очень ссыкотно, это факт. Ну, а эта фотография прям очень милая. Я не знаю, просто встала, потому что она милая. Вот, кстати, моя мама. Здесь мне на вид годиков, так, тоже, наверное, пять где-то, четыре. И я, вроде бы, ем чипсы. Да, это чипсы. И на многих фотографиях, которые я потом вам покажу, я буду находиться именно с этой пачкой. Вот, кстати, наша будущая рок-группа. А это мой первый раз. Ну, с девушкой. Вот, это девушка, если кто не понял. Понимаешь, когда маленькие, непонятно. А Мишка за этим все равно наблюдает. Ну, я про то, что мы первый раз сыграли в ладошки. Кстати, вот это, опять пачка с чипсами. Сзади картины какие-то стоят. Это, видно, на продажу было. Так просто такой вышел, что слон смотрит за этой пачкой и хочет ее забрать. Ебаный зависимый пидорас. А здесь, знаете, лицо что-то в стиле мысли о глобальном. Господи, сука, этому парню лет. Почему он там стоит? Кстати, вот тоже милая фотка такая получилась. Так, ну, а это парень в трусах, в одуванчиках. Автора не знаю. Когда застилили Эйс? Когда застилили Рампагу? Ну, просто, знаете, взгляд лютой ненависти. А то, что глаза стали ярко-красными, это добавляет только реализма. Господи, какой же я здесь. О, блях, муха. Я страшный человек. Эй, деточка, подкатить. Вот, кстати, фотография с дедом. На самом деле, она немножко обрезана, поэтому здесь не видно его полностью. И кроме этого, ребят, у меня давным-давно было что-то вроде книжечки, где я вставлял информацию о себе, о родителях, о дедушке, бабушке. Там надо было ставить фотографию бабушки и дедушки отдельно. Или вместе, в принципе, без разницы. И прикол в том, что у меня не было отдельной фотографии. Ну, и я, как бы, разрезал эту фотографию, как бы, и дедушке, и бабушке и вставил. На что меня, как бы, родители очень сильно, ну, потом ругали. Потому что говорили, что нельзя так делать. Типа, это память, дела. Я тогда не особенно не понимал, к чему это все говорят. А вот теперь я немножко понимаю, действительно, жаль эту фотографию. Потому что я там с дедом. Действительно жаль. Ну, к счастью, это было не единственное, поэтому хоть что-то. Это было на новогоднем утреннике. И я прекрасно помню, что я тогда был в своем фирменном стиле. И я просто находился в таком состоянии, что мне хотелось что-то сделать такое плохое. И, как вы видите, по выражению лица, такой зайчик. Эй, привет, гоу играть! Ну, гоу тебе, блядь, поебалу поиграю, сука. А вот, кстати, еще одна фотография с дедом. Очень хорошая. Не знаю, кто фотографировал и на какую камеру, но... Действительно классно получилось. А кто за столом у нас спрятался? Кто это за столом спрятался? Кстати, я... А, я... Точно! Я даже знаю, откуда эти стулья. Короче говоря, когда я был маленьким, у нас была игра. Игра называлась «Машина». То есть мы ставили четыре стула и ехали. Ну и вот меня сфотографировали, видимо, во время того, как я ждал участников этой игры. Ну, а это я на маминой работе выступал со стихотворением. Я помню, что я со стихотворением-то этим выступил достаточно, ну, хорошо. И почему у меня такое лицо? Ну, я скажу так. У меня всегда фотогеничность была не на самом лучшем уровне. Ну, ребят, сейчас начну. Да. Эй, сфоткаю, типа это, занимаясь спортом. Фоткаешь, фоткаешь. Ой, хера тут у меня всего. Вот я на дереве. Меня туда бабушка заставила залезть, потому что она хотела, чтобы я стал мужиком. А, господи. Волга. Девки. Я их не пустил в машину, судя по всему. Боже, ё-моё, вы знаете, что это такое? Это фишка Биониклов. И я прям вот вижу, это, короче, как сказать, То Капака. Это их белый То, который владел снегами. А тут Бэтмен, который достойен этого ребёнка. Но ребёнок не достойен этого Бэтмена. Ой, по-другому, по-моему. А это фотка с ветераном. Ну и давайте положим вишенку на торт. Честно скажу, не знаю, популярны ли сейчас такие концерты. Суть их в чём? Приходишь в театр за бешеные деньги, где вот такие псевдо-актеры выступают. И нарядившись в ваших любимых героев. И всё это смешано с очень-очень убожественным сценарием. Я не знаю, кто их там пишет, наверное, только пацан. Нам нужны деньги. Придумайте какую-то хуету. А давайте Спайдер-мен будет с Бэтменом пытаться украсть что-то у Розовой Пантеры. Которую Шрек в какой-то момент пытался поцеловать. Но Багз Банни бегал вокруг неё, мешая этим. Но Багза Банни потом схватил волк. И волк стал бежать с Багзом Банни. Но тут вылез Дональд Дак, который был похож не на Дональд Дак, а просто на утку. Всё-всё-всё, не продолжай. На том, что будет после, мы сделаем вторую часть. Хорошая работа. И вы думаете, я шучу? Ну, возможно, слегка. Но сюжет вот от того, что я сказал, не сильно отличается. Поверьте, примерно там то же самое. Кстати, ребят, у меня для вас сюрприз. Я решил поддержать начинающих видеоблогеров и устроить конкурс. Вам надо будет снять влог или блог или что-то подобное. И выложить ваш результат в группу Орби ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И да, победителя будет два. Одного выберу я, а другого Ирина Ваймер. И каждый из победителей получит классные подарки от сети магазина Орби. Короче говоря, ребят, как-то вот так. Поэтому, ребят, вам в конкурсе удачи. А я с вами прощаюсь. Играйте в хорошие игры. А я поиграю в плохие. Удачи. Пока.